Всем привет, с вами Прия. Начну монолог с небольшого вопроса. Многие ли люди играли в актуальное дополнение Burning Crusade? Я думаю, немногие, но всё же, если есть такие, дайте знать об этом в комментариях. Так вот, и в Classic-то в целом относительно немного людей играло, и в Classic можно сейчас поиграть на классических официальных серверах, почувствовать, так сказать, дух классики. В принципе, дополнение Burning Crusade, скорее всего, ждёт такая же судьба. Почему есть такая мысль? Потому что относительно недавно был проведён опрос между некоторыми людьми на почту. Им пришло чуть-чуть там вопросиков, на которых можно было ответить. А именно первый вопрос — это о том, как вы хотите стартануть на серверах нового дополнения. А второй вопрос — это насколько сильно вы заинтересованы в классической версии Burning Crusade. В принципе, это вопрос очень хороший, и вы даже можете в комментариях на них ответить, почему бы и нет. Да и я отвечу. Окей, если поговорить о дополнении БК, в него я не играл, но сама по себе концепция дополнения получилась очень интересная. Иллидан, Демоны, новая функция в виде полётов, она появилась в дополнении Пылающего Легиона Burning Crusade. Это, в принципе, классно и круто. Награнд, прекрасная локация, различные фракции, перекачка Алдоров и Провидцев сама по себе интересная. Ну, дополнение получилось действительно хорошим. Ощутить его, например, в актуальное время не удалось, так как играю с конца лича, но в целом это было бы интересно. Далее, второй вопрос о том, как хочется стартануть в дополнение Burning Crusade на именно классических официальных серверах. Я бы выбрал такой вариант, что стартануть тем персонажем, который уже имеется у меня на классике. Это было бы неплохо, не пришлось бы качать первых 60 левелов, и можно сразу вклиниться в новый контент, в тех вещах, которые у тебя нафармлены. Ну, конечно, с учетом того, что я полгода не заходил на классику, там в целом только шмоточки с данжей нафармлены, но все равно это неплохо в целом. Вот такая вот новость. Я думаю, после выхода вообще изначально самой классики уже было ясно то, что и следующие дополнения, скорее всего, тоже будут выпущены в подобном жанре, а именно официальных классических серверов. Поживем и видим, быть может, доберется все и до Лича, вот с дополнением Гнев Короля Лича, ажиотаж, конечно, будет большой, это уж точно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!